И вот начал, получается, Синтезит пить, и вот в последних раундах, на последних минутах раундах чувствовалось такое, что вроде бы сил нету, а энергия все равно есть. Я брал, вставал и делал, борол, бросал. Съездил, получается, неделю назад на чемпионат в России среди мужчин, самая вышка в России по любителям, выше некуда. Занял призовое место, третье, намного лучше себя чувствовал во время подготовки, как бы и иммунка не падала, крепче будто бы становилась. После таких нагрузок домой приходил, засыпал очень быстро, ну и утром, когда просыпался, чувствовал себя отлично. Здравствуйте, уважаемые зрители, мы на ресурсе Синтезит. Меня зовут Александр, сегодня у нас в гостях тоже Александр, Александр Зырянов. Александр, ты принимал Синтезит в рамках подготовки к соревнованиям по ММА среди мужчин, это был чемпионат России. Пожалуйста, расскажи, как долго ты его принимал и какие у тебя есть ощущения, то есть, может быть, субъективные, может быть, объективные какие-то результаты от его приема. Потому что, уважаемые зрители, напоминаю, что Синтезит – это средство не только для здоровья, но и для спорта, потому что оно помогает восстанавливать комплекс на весь организм. Соответственно, спортсмены, как любители, так и профессионалы, в том числе получают, так сказать, существенный бонус и к выносливости, и к регенерации. Но как это у каждого человека проявляется, это, конечно же, индивидуально. И вот сегодня у нас такой пример Александр. Итак, Александр, слово за тобой, сколько лет, как принимал, как выступал, в общем, все подробности. Если что, я буду какие-то вопросы уточняющие задавать. Здравствуйте, друзья, здравствуйте, Александр. Да, мне 20 лет, съездил, получается, неделю назад на чемпионат России среди мужчин, самая вышка в России по любителям, выше некуда. Я занял призовое место, третье принимал под железосинтезит, получается, два месяца. Первый месяц я пил где-то перед завтраком, после обеда, была одну капсулу в день. А второй месяц уже нагрузки были другие совсем, и организм больше просил. Пил по две капсулы в день. Почувствовал после трех недель где-то, что когда заканчиваются силы во время спаррингов, на работах, то с железом, когда энергия заканчивалась, силы будто бы не заканчивались. Вроде устаешь, а силы есть, и дальше стоишь, работаешь. В принципе, все. Ну хорошо. Скажи, пожалуйста, ты три недели, получается, принимал по одной капсуле, как я понял. У тебя вес какой, чтобы наши зрители понимали? 80 килограмм. 80 килограмм. Уважаемые зрители, мы всегда рекомендуем принимать на 60 килограмм одну капсулу. Но дозировка это индивидуально. То есть кому-то, может быть, хватит и одной капсулы на 90, на 80, на 100 килограмм. Кому-то надо будет на 60 килограмм две капсулы. Это все зависит от многих факторов, от состояния организма, от нагрузок, от каких-то индивидуальных особенностей, биохимии и так далее. Вот в данном примере мы видим, Александр принимал по одной капсуле и в течение трех недель проявился результат. То есть все люди ощущают в разное время, большинство ощущают в первую неделю, если они действуют согласно дозировке. То есть я предполагаю, что если Александр бы принимал, допустим, по полторы-две капсулы, эффект бы наступил немножечко пораньше. Но несмотря на вот это, мы видим, что три недели, результат уже есть такой. Конкретизируй, пожалуйста, немножечко, чтобы люди понимали. До Синтезита ты когда тренировался, сколько лет ты тренировался, те ощущения, о которых ты говоришь, что раньше не хватало и так далее. Со скольки лет ты в спорте и какой у тебя опыт в этом плане? Чтобы люди понимали, с чем ты сравниваешь, как было раньше, как стало Синтезитом. В спорте я с 15 лет, а именно в единоборствах, нет, в спорте я с детства, а в единоборствах с 15 лет. Да, до этого железо не пропивал, комплексы никакие, максимум, там, омегу и ничего большего. А в этот раз я вот пропивал во время подготовки Синтезит железа. Намного лучше себя чувствовал во время подготовки. Как бы и иммунка не падала, крепче будто бы становилась. А по поводу иммунки, скажи, пожалуйста, ты на каких наблюдениях основываешься? То есть раньше были какие-то сдвиги по самочувствию, как ты себя хуже чувствовал, а сейчас их не стало? Или почему ты сделал такой вывод? Ну, как бы, да, раньше я, получается, готовился и частенько болел во время подготовки. А в эту подготовку были такие состояния, как бы, вот-вот заболею, но, как бы, ничего, не становилось хуже. Поэтому я сделал такой вывод. Хорошо. Уважаемые зрители, то есть очень важное замечание Александр сейчас сказал. То есть почему это действие Синтезит проявляется таким образом, да, помимо того, что выносливость увеличивается, регенерация ускоряется? Потому что Синтезит, он действует в том числе на кровотворную систему. То есть кровотворная система – это то место, где у нас образуются стволовые клетки. Она находится в красном костном мозге. И так как Синтезит помогает восстановить кровотворную систему и функционал увеличить количество этих клеток, а из этой системы берутся как раз лимфоциты, то есть клетки иммунитета. Соответственно, у организма получается больше запас для того, чтобы вовремя среагировать. Если спортсмен тренируется не за гранью своих возможностей, да, вот как в данной ситуации. То есть Александр, в принципе, тренировался, ну, как раньше, да, то есть, видимо, не рассчитывая особо, что там Синтезит поможет. Потому что если бы, может быть, Александр тренировался еще бы сильнее, то он бы все-таки перегрузил систему, и тут же как бы организм бы все-таки сдался, и потом уже пришлось бы как бы излечиваться. То есть в этой ситуации мы видим, что, да, был на грани, но Синтезит помог, соответственно, как бы вот новые лимфоциты, они помогли не допустить какого-то заболевания, какой-то вирус подхватить. Это как бы индивидуальный случай, то есть мы не говорим, что это будет с каждым происходить, да, что вот как бы это. Потому что надо всегда следить именно за своим состоянием. То есть перед тренировостью в любом случае допускать нельзя, то есть даже Синтезитом. Он, конечно же, очень хорошо поможет и кровеносную систему, и сердечно-сосудистую систему защитить, и иммунку поддержит, но все равно, то есть как бы надо действовать в меру своих возможностей, то есть стараться не перегружаться. Хорошо, отличное наблюдение. Скажи, пожалуйста, у тебя вот ты анализы какие-то сдаешь, смотришь биохимию крови, как-то вот дефицит каких-то элементов, есть какие-то данные или нет? Я в спортивный пик-пансель хожу, но результата на руках не держу, но вроде бы все отлично с результатами. Потом с врачами говорю, разговариваю, поэтому как бы ухудшений точно не было. Имеется в виду, что я хотел что узнать, это тоже важный момент, что до приема Синтезита у тебя все, в принципе, все показатели были в норме, это я правильно понимаю, да? Ну да, я, получается, и не готовился, я начал принимать Синтезит, и потом только началась подготовка. Если бы во время подготовки я сдавал, то я думаю, у меня анализы были бы хуже намного. Ну хорошо. Так, вот такие сферы, допустим, почему я сейчас это спрошу, потому что многие люди, кто принимает Синтезит, они часто не обращают внимания на такие, казалось бы, второстепенные вещи, к примеру, как сон, пищеварение, настроение, да? Вот как бы хорошо, что ты на иммунку обратил внимание. Вот из этих характеристик, вот по сну, то есть когда ты очень много тренируешься, сон может нарушаться. Есть ли какое-то сравнение у тебя с предыдущими этапами твоих, твоей подготовки по сну, допустим, по пищеварению, там, по настроению? Ну, в принципе, сильно ничего такого не заметил. После таких нагрузок домой приходил, засыпал очень быстро, ну и утром, когда просыпался, чувствовал себя отлично. Несмотря на все нагрузки, организм быстро как бы вроде восстанавливался. То есть, если сравнивать с предыдущими подготовками, ты можешь отмечать, что вместе с приемом Синтезита ночное восстановление происходило быстрее, ты утром просыпался более отдохнувшим и выспавшимся, правильно я понимаю? Ну да, были такие моменты после тренировки. Да, замечалось. Хорошо. А вот, думаю, для спортсменов будет интересно. Ну, я знаю, когда спортсмены готовятся, там это раунды определенные, да, то есть есть какое-то количество раундов, которые ты вот в рамках тренировки, допустим, можешь выдержать достаточно так в тонусе, и остальные раунды уже уйдут через силу, можно сказать. Вот, если в сравнении до Синтезита, после Синтезита, сколько ты раундов, к примеру, раньше так нормально выдерживал, да, и не чувствовал себя более-менее нормально, и когда ты начал принимать Синтезит, эти показатели изменились, или ты не можешь этого сказать? Ну, наверное, даже могу во время того, как я не готовился к соревнованиям. Я как бы мог стоять и по пять раундов, по пять минут, и схваталась сил. А вот когда подготовка началась, начались дополнительные нагрузки, вот тогда я уже так не мог стоять. И вот начал, получается, Синтезит пить, и вот в последних раундах, на последних минутах раундах, чувствовалось такое, что вроде бы сил нету, а энергия все равно есть. Я брал, вставал и делал, борол, бросал. Да, тут еще, уважаемый зритель, Александр, очень важен психологический момент. То есть любой спортсмен, когда привыкает к своим показателям, психологически он уже готов, что вот к какому-то раунду у меня не останется сил. И, соответственно, то есть голова думает, да, вот уже там какой-то пятый, там шестой, седьмой раунд тренировочный. Вроде не должно сил остаться, как бы, и... А Синтезит помогает крови, помогает кислороду, и как бы и энергия еще остается, и кислород еще запас остается, и мышцы вроде успевают восстановиться. Поэтому тут очень важно вот эти моменты понимать, то, что с телом, с энергией, с выносливостью будут определенные изменения, и успевать перестраиваться, то есть успевать перестраивать свою психологию, что ты как бы теперь можешь больше. Вот, и при этом я хочу обратить еще раз внимание, что Синтезит – это не допинг, он не стимулирует, он помогает раскрыть настоящий потенциал. То есть восстанавливая кровь, восстанавливая параметры крови кровотворной системы, регулируя работу сердечно-сосудистой системы, Синтезит дает нам возможность работать так, как должен работать организм. Поэтому это никакая не стимуляция, это, можно сказать, активация и возвращение настоящего природного здоровья, вот то, что мы видим с Синтезитом. Ну, хорошо, и как ты считаешь, вот для спортсмена, да, вот это вот состояние, когда он может сделать больше, это хорошо или плохо? Конечно же, хорошо. Я только положительно, после того, как попробовал, отзываясь о этом препарате с железем, в следующих подготовках обязательно только с ним. Хорошо, я знаю, что вы за чистый спорт, что школа Шторм, она не приемлет никакого допинга и стимуляторов, и, соответственно, Синтезит – это, наверное, лучшее средство для того, чтобы не принимать больше ничего. И, ну, конечно же, нужен сбалансированный рацион, нужны тренировки, без этого никуда. И расти профессионально, и защищать свой организм от перегрузок. То есть это очень важно. То есть профессиональные болезни спортсменов, да, это суставы, это сердечно-сосудистая система и так далее. Вот Синтезит помогает все это защитить. Поэтому желаю тебе дальнейших побед. Третье место тоже очень хорошо. Большой молодец. Работай, развивайся дальше. Мы со своей стороны будем поддерживать вас. Вы делаете доброе дело, молодцы. Тренируйтесь. Давайте всем ребятам пример. Спасибо. Спасибо, счастливо.